здравствуйте дорогие подписчики моего youtube канала с вами константин мы продолжаем проходить one piece romance down и так прошлой серии мы с вами убили от лонга это была тяжелая тяжелая схватка мы с вами с нею справились итак мы с вами продолжаем нас так загружаем где у нас сохранение c вот у нас судя по всему начинается гранд-лайн почему именно гранд-лайн потому что так чёте где-то не там не сохранение произошло да точно сейчас сейчас секунду уплыть да вот вот это мы в орлонге были в барате мы были здесь у нас пошли тропические острова для прокачки вот локтаун который или здесь что-то рок-таун не важно вот я сюда хотел зайти посмотреть какой уровень здесь требуется но здесь просто что здесь просто пошла какая-то заставочка давайте посмотрим я так полагаю здесь пошло объявление на награду за голову луфи насколько я помню просто по сюжету как раз именно это было после того как сказали что он убил баги победил убил не убил победил победил дон крэйга победил орлонга которого тут вообще все боялись и единогласно решили да на него награду там 30 миллионов бели по-моему первая награда за него была ну как то так ну вот и все на этом остров закончился здесь у нас я так полагаю какой-то дополнительный остров для прокачки ну пошли на гранд-лайн посмотрим что там я немножко еще на один или два уровня подкачал нашу команду в основном это луфи зоро и усоп усоп обязателен вот я понял что без усопа будет очень тяжело так это у нас что-то новое это из блю это откуда мы приплыли ой смотрите а там у нас этот плавает господи господи я забыл все мне вылетел из головы имя лапун лапун кит лапун так кейп твин я так полагаю так что у нас тут давайте посмотрим о встрече с лапуном надеюсь сражаться с ним не придется потому что это как бы довольно таки бесполезно а здесь у нас начинается барок вокс вот оно виски пик я все ждал этой схватки на самом деле столько аниме игр обошли вот это диски пик потому что мне вот этот момент мне очень нравилось особенно как здесь эффектно сражался зоро так давайте займем в комнатку сейчас в комнате у нас посмотрим по предметам здесь у меня есть какая-то фишмен хэд я на это я не буду меня здесь я тоже ничего не буду меня здесь у меня вроде бы все нормально у зоро так у зоро какая-то баунти hunter head есть реально помощнее давайте ее оденем так здесь есть тоже немножко который уменьшает энергию но увеличивает нормально здоровье здоровье на 200 увеличивает все круто так какое-то колечко который увеличивает силу давайте его оденем так и сандали у меня ничего нового так согикинг канаба шляпа лучше чем чего одеяние ц ой жизни мало становится как это не круто я все понимаю что там другие характеристики повышаются но как бы нет жизни для усопа важны так здесь ничего интересного и сандали к сожалению не перепали усопу ну не судьба значит по крайней мере пока что так давайте посмотрим наши способности что у нас есть по прокачки они и здесь не сюда в mortal так здесь наверно как можно что-то прокачать что будем прокачивать комбо у нас есть что-нибудь интересное 288 да можно прокачать давайте потому что серийка у него нам обязательно прокачивать замечательно так узора узора появился какой-то новый удар по моему татсу маги я по spread мы пока что это такое можно это дело качать можно не качать принципе наверно все равно придется качать д come ball нас хватает хватает а на у нигири хватает на у нигири не хватает что за татсу маги я не знаю что и такую давайте прокачать мне правда давайте безразственно springавно несколько уровней поднимем может бесполезный вещь а можно реально самая полезная вещь которая только есть у него. Так, у Луфи я тут, в принципе, качал. У него появилась базука. Я пока что не понял всего прикола базуки, потому что урон на одну цель сильный, а по мощности пока что слегка догоняет пистолет. Ну, пистолет, понятное дело, пятого уровня, но все-таки. Так, здесь у нас ничего не качается. Хлысть я не качаю. Ну, давайте один уровень мы поднимем. Потому что я им не пользуюсь. Предпочитаю пистолетом работать. Ну, в принципе, вот как бы и все. Давайте сейчас сохранимся. Сохраниться надо обязательно. Вот. Так, стоп, стоп, назад. Поехали. Посмотрим, какой уровень тут требуется. Я так полагаю, в какой-то момент придется играть за Зуро. Еще много придется играть за Зуро. Я, благо, его немножко прокачал. Ну да, здесь он встретил, соответственно, Игорама. Или Игорапа. Не помню, как правильно. А, и все. И тут у нас все кончилось, да? Типа, а, нас просто повстречали. А что, никакой схватки даже не будет? Клер чисто. Тьфу, е-мое. Я-то думал, будет схватка. Я-то думал, будет сейчас. Так, это у нас здесь остров идет, да, с гигантами. С двумя гигантами, которые сражались между собой. На самом деле, тоже обалденная арка была. И она тоже просто так профуклась. Оно, я так полагаю, зеленое. И все, которые отмечены зеленым, это просто здесь пройтись и посмотреть, что происходит. Драм у нас отмечен уже желтеньким. Может быть, здесь уже наконец-то будем сражаться? Рекомендованный уровень 14. Заблокированы персонажи Луфи и Санжи. Они у меня по 15 уровню. В принципе, неплохо. Только Санжи я больше не качал, правда. Вот не качал я его больше. А, здесь идет история о том, что у нас заболело нами. И нужно было бегом найти врача. Причалили к ближайшему острову, который был зимний. Где оказалась проблема с этими самими врачами. Потому что вапор, местный король, который здесь был, спер всех врачей, а остальных убил. Ну, точнее, какое-то количество врачей он себе взял, не помню. И мы теперь должны спасать нами, потому что мы бегом должны забраться. В самой первой части Pirate Warriors была примерно такая же миссия. Там у нас еще на плечах была нами, которую нужно было ложить на диванчик. Вот. Чтобы освободить территорию. Это, наверное, самая прикольная миссия всей части Pirate Warriors. Ну, здесь пока путешествуем одни. Нами типа с нами везут. О, мать моя, я аж испугался. Боже. Ну, давайте посмотрим. Лапаны. Сколько вы с меня в свое время крови выпили? Я даже не знаю. Так. Ну что, смотрим, на что способен у нас Санджи. Я, кстати, это надо было посмотреть. Может, у него еще покачать можно? Ну, неплохо уработало. Так. Я забыл, что у него можно делать по-другому все это дело. Ну, да ладно. Так. Лапан. 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 На. И оверкил тебе сразу. Пистолетом вшатать? Не надо. Я не убью пистолетом, наверное. Сейчас. Тароу, Лапана. Урон, кстати, не сказать, что ошибка большой наносится. Но, тем не менее. Реально надо было посмотреть. Вот, блин. Не прокачал я Санджи. Так, ладно. Сначала так атакуем. Нормально. Ну и давай, короночку подвиги, сделай. Ну, вот и оверкил. Замечтательно. Ну, пока ничего серьезного они себе не представляли. Ну, по крайней мере, пока меня не атакуют. Так, чтобы там можно было что-то подобрать. У меня целый воз всяких аптечек с собой. Я не знаю, там, коин-то я забыл продать все это дело. Так что, пока что меня мало все это дело напрягает. Пока я не проигрываю, меня это не напрягает. Когда мы начинаем проигрывать все, тогда будем думать, что делать. Что продавать, что покупать. Вот, но уровень у нас реально сейчас, по идее, я думаю, должен соответствовать. Это фиг узнать с этого вапора. От него все что угодно можно ожидать. После Адлонга-то. Так. Следующие зайцы. Давай вот так. Нормальненько. Луфи у нас получает по 8 очков энергии за каждый ход. Вообще просто замечательно. Так. Ну ладно, сейчас вот так вот сначала атакуем. На, и оверкил. Но сделаю пистолет, чтобы сейчас... А, королю не прилетит, я далеко убежал. Надо было сразу сделать пистолет и все. Шлеп. Ах, ты же за раз такая, а? Ты посмотри, какая вредная сволочь. На. На. Так. Ну и давай. Отбивную и зайцы сделали. Опыт потихонечку идет. Не так быстро, как хотелось бы, но тем не менее. Не, ну надо думать, что после каждого уровня, ну, следующий опыт будем уже получать все реже и реже. Так, блин, что я бочки не разбил? Ничего не собрал? Может, там какие-нибудь вещи, предметы, еще что-нибудь? Да нет, фигня всякая. Хорошие предметы в больших сундуках, каких-нибудь красивых белых там. Так, можно пойти налево, можно право. Налево, наверное, какой-нибудь сундук, да, вон стоит. Зайцы, идите сюда. Так. Как будем бить? Как будем делать отбивную? Так, может быть, такую коронку сделаем? Да, и оверхи он сразу, он нормально. Заяц, привет. Нормальная. Ой, промахнулся. Да, есть еще удары и коронку потом сделать. Но уже не нужно. Пока что все ложатся с полпинка, и это хорошо. О, какой-то мусор вывалился. Ух ты ж. Холодная еда. Наверное, какой-то новый вид лечилки. Не знаю. Я, кстати, рад еще, что со мной Санджи. У Санджи есть клевая способность. Ее можно применить один раз, по-моему. Это лечение всей команды. Притом, неплохое лечение, плюс энергию еще дает. В практической ситуации прям реально очень-очень помогает. Так, ну что? Нормально. Оверкил на зайца. Молодец. На! Иди сюда. На! Оверкил со второго удара. Вообще просто в легкую. Пока что идем просто в легкую, и это меня пугает. Да, опять еда, которой у меня просто много. Точнее, не еда, а там лечилка. Ну, в принципе, это, наверное, сейчас одно и то же. Так, можно пойти направо. Направо еще будут развилки. Так, зайцы, давайте мы вас завалим. Опыт нужен. Опыт нужен всегда. Так. Есть. Зайцу прилетело. Так, Луфи. Сейчас будем бить вот этого зайца. Начнем с простой. С простых ударов. А что ты уже уверкил? Я еще не добил тебя. Давайте пистолетом хоть второго. Прибьем. Господи, я еще, блин, простую серийку делаешь. Зайцы уже отлетели. Так, наверх это куда-то идет, похоже, куда-то не туда. Пойдем вниз. Я не знаю, честно. Чуть карта какая-то начинает быть очень большой. Тут два тупика. Деньги. Деньги я больше не тратил, предметов я больше не покупал. Вроде пока что у меня все нормально. Но реально пока все нормально. Опять там зайцы. За ними два ящика. Оп-оп-оп. Фарм-дресс. Giant Battles. Я не знаю пока что это такое. Можно, в принципе, залезть в рюкзачок и почитать. Нет. Фарм-дресс это какая-то одежда у нас. А вот что такое? Что-то там Giant. Giant Battles. О, господи, опять какой-то бриллиант, алмаз, еще что-то. Бог его знает. Так, ладно, зайцы свободны. Пошли наверх. Нам надо искать путь. Самую высокую башню. Ну, не ладно, не башню, а здесь холм. Или какого-то, гору. Как бы ее немножко по-разнообразить, одни деревья. Опять зайцы. Вы, зайцы, хоть бы разных размеров были клонированы и все один к одному. Беспособности пока что у вас вообще никакущие. Не, ну, надо думать. И вот мы куда-то с вами пришли. Еще к одной, блин, развилке, которая со всех сторон тупиковая. Как мне на них везет, на такие тупиковые развилки. Но вот в этой части наверняка стоит какой-нибудь клевый сундук. Так, с вами придется сражаться. Окей. Так. Берет, уклоняется от всех. Ты че? Че случилось? Я вообще не попал по нему. Так, мне становится страшно. Да, на. На. Заяц атакует. 17. Мало. Так, ну давай хоть по нему не промахнись, Зуро. Ой, Зуро, вот Писанджи. Нормально. Ну вот, слава богу. Я уж подумал, что что-то не то. Что что-то пошло не так. Так, белый сундук. Это всегда очень-очень клево в белом сундуке. У нас всегда что-то должно быть здоровское. Карта сокровищ. А, то есть откроется еще один остров. На который я особо не хожу, потому что эти острова все однообразные, скучные, как не знаю кто. И фармить там нескольство шибко интересно. Так. Давайте включим карту. Что-то идти здесь-то и никуда не особо-то мест. То есть где-то здесь у меня вот идут развилки. Тут зайцы, там зайцы. Везде зайцы. Почему я опять вниз направляюсь? Не, стой, я тут же пришел. Вот в эту часть надо, да. Блин, там тоже что ли тупик или это? Нет, нет, даже там не тупик. Там просто развилка. Там блин, а... Живой остался. Заяц остался жив. А если так? Одним ударом убил Луфи. Молодец. Так, здесь ничего вкусного нет? Неа. Выпивки у меня тоже целый воз. О! Какой-то ящик. Знаешь, здесь я еще не был. Короче, надо реально на север потихонечку продвигаться. Snowflow. Это, по-моему, снежные перчатки. Это все одежда, которую будем потихонечку потом одевать. Идите в баню, вы зайцы. Надоели. Как не знаю, кто. О! Смотрите, сохраненец. Замечательно. Значит, переходим на следующую часть карты. Ну, босс, он, понятное дело, впереди еще не будет. Сохранение. Да. Конечно, сохранимся, когда же мы денемся. Да подожди, стой, бэк. Так, ну вот, переходим на следующую часть карты. А, ну, понятное дело, вот они забирались. Нами стало плохо. О! Забег. Ужатывка от него. Окей. Пока нормально. Сработало. Сейчас какие-нибудь уклонения будут еще, помимо поворотов. Тоже ничего. Есть такое дело. Так, ну, пока ничего сложного. Пока идем потихонечку, уже как бы... Рука в этом деле набита. Это, наверное, самый долгий забег, пока что, который был за игру. Ни с кем не встретились, никуда не повернули. Как бы нормально. Да, опять сражение будет с этими зайцами. А, все, все, мы прибыли. То есть, и теперь нами пошла на поправочку. Сейчас сюда должен скоро времени напасть вапор. Встречаем Чопера. Первая наша встреча с Чопером. И история Чопера и доктора Хилюлюка. Да, есть такое дело. О, смотри, играем за Чопера. Обалдеть. Нам даже дадут эту историю проиграть. Прикольно. Ладно, давайте посмотрим. Вот это неожиданно, честно. Ну, давай, зайцы. Посмотрим, на что способен Чопер. Хоть бы узнать, какого он там уровня. Так, что у нас есть? Здесь какая-то способность. Есть две короночки и простая. Давай. Нормально. На. Даже коронку можно сделать? Давайте сделаем. О. Оверкил. Неплохо, смотри. Уработал одним ударом. О, в смысле, одной серийкой. Да все нормально, не дрейфь. Это еще не самая сильная коронка. Будем делать? Давай коронку сделай. Давай уработаем его. 246 урона. За одну серийку и коронку. Ну, в принципе, лан, терпимо. Заметно, что не особенно прокачан, но тем не менее. Нормально. Так, давайте, наверное, по возможности сейчас обойдем этих зайцев. Эть, есть, есть, есть. Уйди, уйди, уйди от меня. Так, тут подберем все, что есть. Угу. Тоже какой-то элемент одежды, судя по всему. Ну, ладно. А, сражаемся. Не хотел сражаться, ну, ладно. Давайте без коронки пробойтись. Нет, оверкила не было. Ходит еще два зайца по очереди. Ну, хотя бы вернулся. Так. Давайте сейчас вот так вот сделаем. Я хочу побить второго зайца, а потом сделать новую коронку. А, тоже, только теперь коктейль Кросс. Урон посерьезней. Нахвать с него. Так, ладно. Идем дальше. Опять идет развилка. Мать моя. Сколько можно бродить по этой глуши? Беспроблудный. Беспросветный. У нас какая-то книга. Шоу-шоу. Эм, снежный шарф, что ли? Ну, ладно. Это все будем потом. Всю одежду будем рассматривать уже только после того, как пройдем хотя бы уровень, ну, или помрем. То есть, на ближайшем сохранении. Тихо-тихо. Уйди, уйди, уйди от меня. Я хочу побыстрее отсюда выбраться. Так. Ну, вроде пока двигаемся правильно, вроде больше некуда идти. Лишь бы не заблудиться. Обалдеть. Слушай, это, кажется, та же самая локация, в которой мы были, да? Короче, теперь пойдем налево. Уйди. Ну, иди погуляй там где-нибудь. Да, это та же самая локация, только теперь она с Чопером. Хотя я могу, конечно, ошибаться. Ну, да ладно. О, кажется, кровищ нашли. Эй! А, ну это обязательно, наверное, схватка, ее не пропустить. Ну, ладно, как скажете. На самом деле, мне не особенно это важно. Нормально. Вот и нет зайцев. Так, побежали. Блин, здесь тупик. А-а-а. Надо было бежать направо, бежать по тому пути, по которому мы шли в прошлый раз. Ну, ладно. Ох, смотри. Какую-то бумагу для Чопера нашли. Какой-то бонус для Чопера нашли, не знаю, зачем он. Ну, видать, что-то делает, что-то для чего-то нужен. Так, вот этих надо обойти. Они мне не нужны. С ними сражаться я не хочу. Уйди, 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 уйди от меня, кыш. Так, ну, пошли сюда. Идем по тому же пути. О, уже пришли. Быстренько, быстренько. Нет, это просто... Или это просто сохраненец. Просто сохраненец. Сейв. Давайте сейв засейвимся. Босс. Смотрите, уже есть босс. А зачем уже босс-то? Так, ладно, пока не знаю, о чем идет речь. А, так рассказывается, как Чопер ходил, собственно говоря, за лекарством для Хилюлюка. Ну, типа лекарством. Там принес грипп ему. Вот. Притом пришла... Потом пришла доктор Куреха и сказала, что ты бестолково олень, говорит, ни черта не понял. В лечении. Ни черта в этом не понимаешь. И фактически только убил Хилюлюка. И Хилюлюк тогда погиб. Погиб. Ну, погиб, благо, не от яда, который дал ему Чопер, а от вапора. Ну, там... В общем, вы понимаете. Так, вапор нападает. Вапор пришел обратно в свой замок. Ну, понятное дело. Давай, выходи. Луфи сражается с ним. Так, ну, смотрим, что может это... Ой, блин, мне вот это не нравится, что сзади него стоит. Я чувствую, с этим проблемой еще будет. Так, ну что, давайте мы его в это... Нормально. Нормально. Отлично. Что, пистолетом дадим ему или дадим ему с базуки попробуем? А, из пистолета ему дадим. Ну, неплохо, в 565-то ему прилетело. Ба! 155 ударил меня. Откуда второй ход? Опять начинаете жулить? Боже, вы боссы. Вы когда-нибудь можете нормально сражаться? Не знаю. Сейчас я тебе отфутболю. Сейчас ты у меня полетишь. Попробуем с базуки ударить. Мне прям любопытно. Ну, неплохо, в принципе. Не так много, как хотелось бы он, тем не менее. И что это такое было сейчас? Я не знаю, что это было. Стоп. Пушки появились. Я смотрю, у меня прибавилось еще тел. Нет, пушки, слушай, надо бить пушки. Мне это не дело. А, слушай, а я их бить не могу. А, все, понял. Это не то, что я не могу, это я не то нажал. Не, пушки надо бить. Так. Отлично. Пушки одной нету. Сменить цель я не могу. Окей, уверкел одной пушки. Сейчас вторая будет атаковать меня, да, потом? Вот в чем теперь правильно. Теперь я понимаю, в чем загвоздка будет. Нет. Я от пушки избавлюсь. Нормально. Отлично. Так, только не вышли, ты опять... Опять родил пушки. А может ли их быть больше двух? Мне вот это интересно. Давайте ему дадим сейчас. На. На. Отлично. С пистолета тебе теперь. Вот 227 плюс 90. Что случилось? О, мне дали еще один ход, что ли? Ах, не хватает энергии. Можно еще... Блин. Я не буду ничего делать, потому что... Я не дотянусь хлыстом. Так, надо лечиться. Пушка почему-то... Одна промахнулась. Вторая попала. Попала как-то слабенько. Я, конечно, понимаю, что он еще не делал коронки, но давайте. На. Урон, кстати, от ботинок очень неплохой. Прилетает ему. Отлично. Вообще супер. Можно еще раз ударить. Да нет, я не буду. Ой. Вааа. Слушай, неплохо так мне прилетело. Так, ладно, надо лечиться. Все. Шутки в сторону. Картофан. Давайте посмотрим, что у меня еще тут интересного есть. Блин, Санжи со мной нет. Вот как назло. Когда он нужен, а? Лечись. Пушки я, короче, не буду, похоже, сейчас убивать. Похоже, это бессмысленно. Давайте поближе к стене. Чтобы тебя еще... Ой, да тебе что-то уже дышит. Ты не говоришь, что у тебя уже больше половины жизни нет? То ты прям неинтересен мне будешь сегодня. Неплохо уработали. Да ты еще уворачивайся. Ну давай, вот теперь можно и кнутом его еще уработать. Так, я предлагаю, наверное, полечиться. Кто его знает, что это чучело губастые сейчас еще выкинет. Бак. 153 ударил. Пушки маленькие урона, но с тех вообще можно не бояться и не тратить на них просто ходы. Можно еще само себя усилить, но это пока что... Оверкил. Че, пушки? Просто добить пушки еще и все, что ли, пойти? Блин. Не могу подобрать все это дело. Ну ладно. Да ладно. Эм, окей, ну... Следующая пушка. А где же его знаменитые охранники, которые один в одном там были? Где же его там знаменитые превращения? Там человек-завод какой-то он там был. Эм, давайте смотрим, что дальше. Продолжение следует... Полетел как ракет. Так, ну что, теперь на нашу сторону надо переманивать Чопера. Я же, говорит, не могу подать с вами, я же, говорит, осел, говорит, и плюс... О, господи, какой осел. Я же, говорит, олень. Говорит, у меня еще нос голубой. Да, говорит, есть раны, которые очень тяжело вылечить. Я, говорит, тот такой монстр, который не может быть с вами накаман. Интересно, а у нас сейчас будет миссия побег от доктора Курехи? Которая сейчас будет огромным количеством кидаться... Огромным количеством топоров и всего прочего. Я наверняка думаю, что, может быть, будет что-нибудь. Так, может сейчас еще будет доставочка какая-нибудь красивая как-то? А может и не будет? А, нет, все. Виски пик и прочее. Да, это все. Карты, которые мы открыли с вами. Которые нашли. У нас открылся новый магазин. И у нас начинается алабаста. Боже мой, и все. На самом деле, я вам признаюсь, я разочарован. Я думал, сейчас в Аппл станет такой проблемой просто неимоверной. Луфи у меня какой-то там был, 15-й по-моему уровень или 14-й. То есть, я как бы без особей. Я вообще особо его даже не качал. То есть, я еще разок пробежался, пособирал там одежду и все. И этого вполне себе хватило. Ладно, давайте на сегодня закончим. Я уверен, что Крокодил даст нам еще по шее, как никто другой. Но это мы увидим в следующей серии. Ну что, спасибо всем, кто меня смотрит. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, давайте всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok